Привет! Это канал о классическом бритье, и сегодня я расскажу, как выбрать себе первую опасную бритву, какие виды опасок бывают и на что обратить внимание новичку. Для начала про деньги. При покупке опасной бритвы ваш бюджет на самом деле будет состоять из стоимости бритвы и стоимости ремня для правки. Это два обязательных инструмента для бритья опасной бритвой. Какие бывают опасные бритвы? У них три основные характеристики. Это ширина лезвия, вогнутость и материал самого лезвия. Первую опаску выбирайте с шириной лезвия 5,8 дюйма и полной вогнутостью, то есть один к одному. Это будет значить, что ширина 5,8 дюйма, а металл клинка выбран настолько, насколько это вообще возможно. Бритва будет легкая и маневренная, при этом не слишком широкая, чтобы перекрывать обзор во время бритья, и не слишком узкая для того, чтобы наделать ошибок при правке на ремне. Да, о правке бритвы. Опасную бритву нужно править на кожаном ремне. Он выполняет ту же функцию, что и мусат для ножа. Он поддерживает ее остроту. Я как раз собирался снимать видео про бритвы из дамасской стали, и если вам интересно, я объясню вам механику правки бритвы на ремне именно в этом видео. Опасные бритвы различаются еще и по форме головки. Головка бывает круглая, бывает квадратная, французская, испанская и вогнутая. Круглой, или как ее еще называют голландской головкой, это вот она, кстати, труднее всего порезаться. Так что на первых порах с ней будет проще, чем со всеми остальными вариантами. Бритва из нержавейки будет держать заточку дольше, но будет сложнее правиться. Бритва из углеродистой стали наоборот, легко правиться, но меньше держит заточку. Я рекомендую именно углеродку. Вы научитесь править бритву быстрее и не потратите много денег на первый инструмент, потому что бритва из нержавейки стоит дороже. Ремень берите любой. Первый ремень вы все равно испортите, мы будем называть его тренировочный. Погоня за ремнем из кожи коня Александра Македонского не имеет смысла. Главное, ремень должен быть максимально мягким на ощупь. Ширина ремня, это вот этот параметр, совершенно не самая главная характеристика. Это даже полезно, научиться править бритву на узком ремне шириной чуть больше 4 см. Размер не важен, прямые руки наше все. Заточка бритвы это нечастый процесс и лучше всего, если его будет выполнять мастер. Именно тот, кто умеет точить не ножи, а опасные бритвы. Эти процессы разные. Если среди наших подписчиков есть мастера по заточке опасных бритв, пожалуйста, отпишитесь в комментариях и оставьте свои контакты. Теперь вы знаете, как подобрать свою первую опасную бритву. В следующем видео вы узнаете, что еще нужно для бритья опаской и как этим всем пользоваться. Я с нетерпением жду ваших вопросов в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Это такой эквивалент взаимности. Я вам, вы мне. Ссылки на самые подходящие модели опасных бритв для новичков я оставлю в описании к этому видео. Пока.